Вот квартира моей жены. Вот у нас управляющая компания ООО «Спецстрой». Были вопросы по общедомовому прибору учета, который находится в парадном этого дома. Всегда, при том, что там две лампочки Ильича было, из них одна не работала всегда, 8 квартир платили в среднем по 90-100 рублей. Ну, как-то было терпимо, расходы на линии, я это уже знаю, что они отвечают, старая проводка, все нормально. Терпели. Но, начиная с октября прошлого года, 21-го, стали выставлять дикие счета по общедомовому потреблению. Это при полутора лампочках Ильича. И тут пошли счета, примерно как квартирное октябрьское потребление каждой из 8 квартир. Второй счет вообще там в полтора раза больше. А я должен на сегодняшний день по общедомовому, вернее, моя жена, 4900 с лишним, почти 5000. И такая же... Это вот с октября месяца. За две лампочки. За полторы лампочки, одна всегда не работает. Написал я письмо, два письма в управляющую компанию, ну, жена моя написала. Ответ я получил только в апреле месяце. Они сказали, у нас есть электросчетчик и показали его. Ну, стали письма писать в «Энергосбыт». Ответ такой, что мы не знаем, откуда такие счета, будем разбираться. По дому, который находится у нас во обслуживании, в квитанции по от «Энерго», с ноября месяца произошел определенный скачок в общедомовых нуждах. Соответственно, это забеспокоило собственников. И ряд жителей обратились в нормальном русле, с нормальной просьбой разобраться в начислениях и что происходит на дому. Один из собственников сделал это в таком неприемлемом формате. Нам понадобилось несколько месяцев для того, чтобы урегулировать те нюансы технического характера по начислениям для собственников. И по итогу на сегодняшний день, то есть с начала апреля, в апрельской квитанции собственников будет осуществлен перерасчет за общедомовые нужды в связи с неправомерными начислениями. Далее будет ревизия технического состояния электростабжения, которое относится к общедомовым нуждам. Все вопросы касаемо других моментов, которые, возможно, поднимались небезызвестным нашим собственникам, с жителями этого дома в данный момент урегулирован, которые, эти вопросы были урегулированы на собрании. И скоро будут закреплены соответствующими документами, принятиями решения соответственного собственника. А вчера было общее собрание, вы были на нем? Ой, нет. Жена была. Жена была. Не общее, а спонтанное. Понтанное. Случайно, да. Я и не знал. Надо оказаться от своих притязаний. В 2019 году продали квартиру, а в этом году мне позвонила соседка и сказала, что вот такая ситуация обстоит в доме, что якобы платят они за электричество за кого-то, что незаконно. Подвал в доме люди себе забрали. Ну и что по документам, якобы, которые предоставили на просмотр общественности, я числюсь как председатель всего этого. Этот дом нами взят на обслуживание в 2016 году. Прошло около 7 лет. Соответственно, и вопросов все эти 7 лет до момента, который у нас вылез пару месяцев назад, не возникало. По обслуживанию, по ремонтным работам, которые осуществлялись по этому дому, по актам, которые подписывали собственники, по уборке, по техническому состоянию, по ремонту подъезда. И все, что нами в рамках обслуживания осуществлялось на этом доме, не поступало. То есть вопросов нет. Если у собственников, так как документы предоставлены по их запросу, есть вопросы, и они утверждают, что они не подписывали никаких документов, не фигурируют в рамках какого-то там председателя или секретаря протоколе. Значит, это момент судебного разбирательства. Если они считают, что их права ущемлены или не соответствуют действительности, соответственно, этот документ, они могут обратиться в суд, как это и предусмотрено, если не ошибаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok